Это идет у нас на прохладную погоду. Жилеточка с рубашкой. Брюки. Такой стандартный набор одежды для школы Наталья Креницына приобрела для сына Димы, идущего в первый класс. Притом эти позиции, по словам мамы, еще не самые дорогие. Из 25-тысячного бюджета примерно одна шестая ушла на обувь. Это чтобы ходить в школу. Стоит 2-100. Сандали, перебываться. Тоже около там они двух стоят. Кстати, именно одежда и обувь – самые популярные позиции. Их покупают в 69% случаев. А вот канцелярию и рюкзаки приобретает только каждый второй. В общей сложности, согласно государственной статистике, средний чек на подготовку детей к школе составляет 43 тысячи рублей. Это на 30% больше, чем в прошлом году. Ощутили на себе подорожание и барнаульцы. Ну, вообще, если вот так вот судить, ну, больше 20 тысяч точно. На каждого получается даже вот так вот. Если полностью собирать от вещей до зимних, вот, примерно по суммам, примерно так. Ну, около 10 тысяч. А что покупали? Одежду, ну, комплект, там, рюкзаки, там, сумочки для обуви, обувь. А вот заметили изменения в цене по сравнению с прошлым годом? Да, она выросла. На сколько примерно? Ну, примерно на 20% точно. Подорожание заметили. И обувь, и ранцы, и рубашки. То есть, как бы, так прилично все равно. Канцелярию еще даже не закупали. Насколько примерно, по-вашему, подорожало? С прошлым годом? Ну, я думаю, процентов на 20 точно. Особенно накладно, если собирать надо нескольких детей. Скоро это предстоит Наталье Криницыной. Поэтому, чтобы сэкономить, она воспользовалась специальной выплатой от государства. Выплата для подготовки к школе детей из многодетных семей полагается семьям, в которых воспитывается 3 и более детей младше 18 лет. Выплата выплачивается на первоклассника 7,5 тысяч рублей. На 2-й, 11-й класс, когда ребятишки идут во 2-й, 11-й класс, на каждого ребенка выплачивается по 5 тысяч рублей. В этом году эту выплату в Алтайском крае уже успело получить более 30 тысяч детей. Оформить ее несложно. Для этого достаточно заполнить заявление в ближайшем МФЦ или на портале Госуслуг. Кстати, появилась информация, что поддержать школьников хотят и депутаты Госдумы. Они недавно предложили выделить из резервного фонда правительство от 26 до 30 тысяч рублей для семей с детьми. Но это лишь предложение. И будет ли оно реализовано, пока неизвестно. Данил Кузнецов, Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком.